Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будут роллы! Ура! И этот сет мне достался совершенно бесплатно. Как это сделать? Слушайте инструкцию. В общем, у нас есть одна доставка, которая в подарок дает магнитики. И если вы наберете 10 магнитиков, то есть совершите 10 раз заказ, то вы получите вот такой вот сет в подарок. Вот. Смотрите, какие они крупные, какие классные. Обожаю. В прошлый раз, когда роллы снимала, ракурс получился, если честно, не очень. Их совершенно было не видно. Вот соус я положила сюда, потому что здесь он не умещается просто. Пробуем. Очень вкусно. Сегодня с утра я очень сильно перенервничала. Сейчас вам расскажу, что произошло со мной. В общем, где-то 4 дня назад я пошла платить налоги. Так как я иду как индивидуальный предприниматель и все такое. Мне в налоговой всегда дают такой код. Он называется «Теснифат коду» на Азербайджанском. Не знаю, как по-русски. И ты этот код предоставляешь в банк, чтобы заплатить налоги. Я этот код даю оператору в банке. И она говорит, вы знаете, такого кода не существует. Я подумала, наверное, работник банка не очень компетентен. И пошла в другой банк. Как я сегодня утром понервничала. Слушайте. Я иду в другой банк. Там девушка мне повторяет то же самое. Она говорит, в налоговую вам дали неправильный код. И я такая думаю, окей. Иду в третий банк. И там вот уже девушка мне сказала, что вы знаете, с этой проблемой вы не первый человек, который обращается. Проблема в том, что в налоговой эти коды поменяли. И это новые. И поэтому их еще нет в системе. Вы подождите, говорит, пару дней. Вот тогда вы можете заплатить. Я жду пару дней. Звоню в налоговую. Говорю, у меня вот такая вот проблема. Мне говорят, с нашей стороны нет никаких проблем. Идите в банк, платите. Во-первых, чтобы дозвониться до налоговой, это где-то минут, наверное, 15 должен стоять на линии. Но это ерунда, это везде бывает и так далее. В общем, я иду, короче, в банк. И в банке мне опять говорят, что такого кода не существует. Я уже начинаю злиться. Вот что делать? Иду в другой банк. Там тоже говорят, такого кода не существует. Иду на почту. На почте то же самое говорят. Я звоню опять в налоговую. Я говорю, ну не могу я заплатить. Ну что делать? И что мне отвечают? У нас в системе нет никаких проблем. Обращайтесь в центральный банк. С уголем пополам. Нашла номер центрального банка. Звоню. Там мне говорят вообще по какому поводу. Я все рассказываю. Мне говорят, что это вообще не наше дело. Но я знаю, говорит, человека, который может вам помочь. И дает мне номер одного человека. Я звоню по этому номеру, никто не берет. Конец истории. Я звоню опять в налоговую. И тут вот эта девушка, огромное ей спасибо. А она мне сказала, что можно заплатить онлайн. И все объяснила. Я быстренько заплатила. Огромное ей спасибо. Как хорошо, что есть. Есть такие люди, которые реально могут помочь. Они просто так там сидят. И ни в чем не разбираются. Я уже, наверное, за сегодняшний день, где только не была, очень перенервничала, если честно. И сейчас, чтобы поднять себе настроение, решила покушать роллы. Почему нет? Почему нет? Проблема решена. Как же вкусно, ребята. Вот эти вообще пушка. Надо научиться срочно их готовить. А еще вчера, короче, выложила видео в закрытом доступе. Поэтому никому не пришло уведомление. Проблема за проблемой просто. Ну, давайте не будем о плохом. И давайте поотвечаю немножко на ваши вопросы, чтобы разрядить обстановку, чтобы не говорить про эти проблемы. Как только я начинаю про это говорить, у меня сразу портится настроение. Хотя проблема решена. Вот если бы она не была бы решена, наверное, я бы не смогла просто вот так вот сидеть и кушать. Я была прямо на нервах, аж тряслась. Я просто не знаю, от нервов, да, вот просто от нервов. Итак, вопрос. Если бы у тебя была бы возможность вернуться в прошлое, исправить что-то, чтобы ты исправила? Я отвечала на подобный вопрос. Я, если честно, даже не знаю, чтобы я исправила. Наверное, вот знаете, я когда поступала в университет, у меня была такая мысль поступить в юридический. Но папа меня отговорил, папа сказал, что это не женская профессия и так далее. А сейчас я жалею, если честно. То есть я вижу себя в этой профессии, мне бы было очень интересно. Я очень хотела стать адвокатом. Именно когда поступала. Я ничего не говорю, я очень люблю свою работу. Я не жалею, что закончила экономически, но все-таки, мне кажется, знать свои права, это очень круто. Я думаю, что у меня бы получилось. Как вас называют дома, Айнур или Айка? Мой парень меня всегда называет Айнур. Я ни разу не слышала от него Айка. Ну, еще куча уменьшительно-ласкательных и так далее. Но именно Айка он мне никогда в жизни не назвал. Всегда по-полному. Айнур. Брат, всегда меня называют Айнур. А еще брат придумал для меня калекуху, так скажем, погоняло, как он это называет. Он меня называл Золотый Искатель. К чему, почему, зачем, я не знаю. Вот просто назвал меня так, и все. Даже помню, он мне, знаете, мейл создал. Я его попросила создать. Мейл, а я в то время не очень разбиралась в таких вещах. И этот мейл он назвал Золотый Искатель. И теперь у меня контакт, не знаю, все соцсети связаны с вот этим вот мейлом Золотый Искатель. А все, почему? Потому что моему брату было скучно. Он хотел прикольнуться надо мной. Лет, наверное, шесть назад. И вот до сих пор это все тянется. Папа меня всегда называет Ласточка. Ласточка. Или Золушка. Это вообще супер, очень приятно. Кто еще как называет? Бабушка. Бабушка вообще так интересно меня называет. Прям аж стыдно говорить, ребята. Обожаю имбирь. Видела в магазине имбирь. Мамочки дорогие. Три доллара стоило. Вот такая вот упаковочка. Я просто была в шоке. Что так дорого-то? Мы вот с роллами, когда покупаем, она в подарок идет. Но тоже, знаете, так дорого не стоит. Очень хочу купить. Кто знает, где можно купить, обязательно пишите в комментариях. Следующий вопрос. Хотела бы ты детей, если да, то сколько? Честно, я иногда вижу детей, и я прям вдохновляюсь. Тоже хочу детей. А иногда вижу детей, и мне вообще не хочется. Ни семьи, ни детей. Так вот, у моего папы есть двоюродный брат, и у него есть сын. Он такой маленький, ему, наверное, лет 7-8. И он настолько воспитанный. Я впервые вижу таких вообще детей, вот честно. Мы как-то пошли на кладбище, к его, получается, бабушке, да. И знаете, вокруг могилы были цветочки. Он взял, нарвал эти цветы. И в таком стакане положил туда. Мальчику лет 8, да. Его тетя ему сказала, зачем ты, говорит, нарвал цветы, так красиво было. И он такой, говорит, это для бабушки. Его тетя сказала, знаешь, а бабушка их не увидит. И он такой повернулся к тете и сказал, ну и что, что бабушка не увидит. И самое главное, говорит, вот бог увидел, что я ради бабушки нарвал цветы и положил ей на могилу. И, блин, я была в шоке реально. От того, насколько воспитанный мальчик. Вот ему папа говорит, принеси мне, например, тот стул. Или принеси мне ту книжку из той комнаты. Он как пуля просто. Мгновенно идет и приносит тебя. Мы с ним сидели и брали. Мы когда туда приехали, мы взяли, подарили там наклейки всякие, ручки, фломастеры цветные. Мы подумали, к школе понадобится, да? И он увидел эти наклейки с машинками. Ему так они понравились. И он такой, говорит, надо взять тетрадку, говорит, и вот эти наклейки переклеить в тетрадку. Я говорю, да, отличная идея, давай это и сделаем. Он говорит, нет, надо сначала, говорит, спросить у мамы. Я говорю, почему? И он мне такой, говорит, эти тетрадки куплены для школы. Вот сейчас, говорит, я использую эти тетрадки, а потом, говорит, мама не сможет купить мне новые для школы. Пошел к маме. И говорит, мамуля, можно, говорит, я возьму одну тетрадку вот из той стопки и наклею наклейки. Мама сказала, хорошо, клей. И он такой, спасибо, мамочка, взял тетрадку и пошел клеить. И я такая в шоке. Какой умный мальчик. И в многих вещах это все проявлялось. Я хотела пофоткаться, там, знаете, на скале. И мальчик пошел с нами. И он мне такой говорит, ты что, говорит, ради фотографии на эту скалу хочешь собраться? Так ты можешь упасть, говорит, пораниться. Не надо, говорит. То есть он соображает, как взрослый человек настолько воспитанный, настолько умный. Вообще. Мы там конфеты ему принесли. Он такой, говорит, нет, у нас есть, спасибо, не надо. То есть настолько воспитанный вообще. А иногда заходят супермаркеты, и там ребенок чуть ли не бьет своего родителя, что купи мне эту, купи мне эту. Он начинает плакать, кричать, как ненормальный. Мне кажется, все-таки это зависит от воспитания, от того, сколько родители позволяют своему ребенку. Я считаю все-таки, что дети должны расти в строгости. Я всегда боялась своих родителей, боялась что-то лишнее сделать. Нам родители, знаете, такую волю не давали. Или у меня двоюродная сестра, она живет в Дагестане. И там тоже дети очень воспитанные, очень, знаете, в строгости воспитанные. У меня у двоюродной сестры двое детей, мальчик и девочка. Знаете, у них там была свадьба. Свадьба в палатке, как говорится, да, по старым этим традициям. Деревенская свадьба, самая обычная. И вот моя двоюродная сестра постоянно выходила танцевать и не знала, куда деть кошелек. И она своей дочери говорит, вот держи, говорит, кошелек, когда мне надо будет, будешь отдавать мне обратно. Так вот, этот ребенок с места не двинулся. Как мама сказала, стоял. Также и сын. Очень воспитанные дети в Дагестане, честно. Я прям была удивлена. Ну все, ребята, если честно, я наелась. Заставлять себя не буду. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайте на мой канал. Может быть, для вас это мелочь для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Алька Эмиля. Пока!